МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. В начале выпуска коротко о главе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спустя рукава ряд руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности в Павлодарской области. Я каким областям, которым должен заниматься стратегическими вопросами развития Павлодарской области, процентов 20 времени уделяю на то, чтобы разобраться с мусором. Коммунальщики рассказали, почему устанавливать детские площадки начали осенью. По каждому говорю людям, объясняем, что идет задержка с заводом. Полсотни Павлодарцев сегодня проверили свои знания во время общеказахстанского диктанта. Сегодня на аппаратном совещании глава региона указал руководителям ведомств на недоработки в самых важных сферах. В большей степени они касаются коммунальных вопросов. За бездействие некоторым чиновникам был объявлен выговор. Подробнее Азамат Айтхалин. После отчета руководителей отраслевых управлений области глава региона рассказал о вопросах жителей региона, которые ежедневно к нему поступают. Азамин Байханов отметил плохую работу сервиса 109 и потребовал его руководителя привлечь дисциплинарные ответственности. Количество жалоб и обращений в областном центре выросло на 65%. Больше, чем полтора раза. Большинство вопросов, 80-90% вопросов, извиняюсь за выражение, яйца выеденного не стоят. Кому-то надо обрезать ветку возле подъезда, в окно бьет. Кому-то надо мусор, чтобы почистили возле подъезда или же на детской площадке. Я, как Аким области, которым должен заниматься стратегическими вопросами развития Павлодарской области, процентов 20 времени уделяю на то, чтобы разобраться с мусором. На аппаратном совещании особое внимание заострили на обращении молодого специалиста. Получив востребованную техническую профессию, он не может трудоустроиться. Это пример слабой работы госорганов, отметил Аким области. Центр занятости, сейчас это называется карьерный центр, центр развития карьеры. Переименовали, вывеску поменяли, но суть работы ничего не изменилась. Развитие карьеры подразумевает. Вот человеку, который закончил институт, университет по-современному, получил техническую специальность, предлагает пойти учиться в колледж или же работу кранавщика. Аким области подчеркнул, что в целом поступает много жалоб на управление образования, соцзащиту, здравоохранение. Есть вопросы к работе полицейских. Заматает Халин Максим Носков, телекомпания «Ербис». Жители Экибастуза ограбили Павлодарский магазин по продаже смартфонов. 32-летний парень познакомился с девушкой, которая работала в филиале торговой точки в городе Горняков. Она, сама того не подозревая, рассказала обо всех нюансах. Мужчина втянул в дело знакомого и вместе с ним поехали на дело в областной центр. Угрожая ножом, один из них напал на продавца, заставил открыть витрину и вытащил 25 айфонов. Второй следил за тем, чтобы никто не вошел внутрь. Потерпевшую оставили связанной в магазине, а злоумышленники скрылись. Общий ущерб достиг почти 6 миллионов тенге. Больше половины продукции Apple успели продать. В суде обоих признали виновными и назначили по 7 лет лишения свободы. Павлодарцев, совершивших самоподжог из-за обвинений в вымогательстве, осудили к 3 годам колонии. Напомню, в апреле двое парней облили себя бензином перед полицейскими в знак протеста. Таким образом, пытались привлечь внимание, уверяя, что преступления не совершали и на них оказывают давление стражи порядка. По уголовному делу, расследование завершили и довели до суда. Подробности расскажет Артем Клеван. Самоподжог совершили двое знакомых Юрий и Дмитрий. Последний получил 65% ожога тела. Тогда же нам рассказывали, их обвиняют в вымогательстве денег у соседа. Мужчины пытались доказать обратное и вину не признавали, а потому, по сути, решились на отчаянный шаг. Между тем, позже в защиту той самой жертвы вымогательства выступила его тетя. Заявила 10 марта. Якобы действительно удерживали племянника в квартире, били по ногам, применили нож. До суда уголовное дело все же дошло. Обвиняемых в итоге оказалось трое. За вымогательство законом в качестве основного наказания предусмотрено ограничение либо лишение свободы. Судом, П, Ш и У признаны виновными и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года каждому. Приговор в законную силу не вступил. К концу заседания все они вину признали в полном объеме. По одному факту вымогательства, то есть 30 тысяч тенге. По второму случаю в деле фигурирует 800 тысяч. Все отрицали. Вердикт не вступил в законную силу. Артем Клеван, Станислав Кейкин, телекомпания Ирбис. Почти на 280 тысяч тенге оштрафовали автолюбителя в Павлодарской области. Водитель иномарки пять раз попал под прицелы камер. Об этом сообщает главный новостной аккаунт регионом инстаграм ирбис.тв. Все подробности, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. А я напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании Ирбис, вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Спонсор новостей из соцсетей. Ремонт окнопласт. Только за 10 дней системами Зерек-2 зарегистрировано 1627 фактов превышения скорости. По ним нарушителям направлены предписания на общую сумму более 20 миллионов тенге. Водители уже выплатили 12. Вас обрызгивают проезжие машины, спросила телекомпания Ирбис в инстаграм. И вот самые популярные ответы в комментариях. Постоянно. Нет уважения. Ни разу никого не обрызнул. Езжу всегда в дождливую погоду аккуратно, потому что сам хожу пешком нередко. Да и просто это не по-людски. Постоянно. Специально это делают. Водители, смотрите, если пешеход идет и узкий тротуар, и просто ему некуда прятаться от машин. И тебя просто с ног до головы обрызгают. Вы только посмотрите в эти чудесные глаза. Знакомьтесь, это черника. Зимой вместе с братьями и сестрами ее оставили на дачах умирать. Малышам повезло, их спасли волонтеры. Собачье семейство кочевало по передвижкам. Но в итоге щенков удалось пристроить. Осталась только черника. Ей 10 месяцев стерильная, привитая, чипированная. Имеется паспорт. Верный друг и хороший охранник ищет своего доброго хозяина или хозяйку. Все подробности в этой публикации телекомпании «Ербис» в Инстаграм. Откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах – 1000 тенге. Ремонт «Окнопласт» предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка – 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 1902. Ремонт «Окнопласт». Поможем. Улучшим. Утеплим. Павлодарские медики отмечают рост заболеваемости кишечными инфекциями среди детей. С января было госпитализировано более 1300 малышей. В частности, сальмонеллез подтвердили у 91-го ребенка. Но самым распространенным в теплое время года остается другой вирус. О нем расскажет Александра Петрова. Тошнота – рвота жидкий стул. Типичная картина для энтеровируса. Однако он может проявляться и другими симптомами. Например, высокая температура, насморк и боль в горле. Поэтому его еще называют летний грипп. Подхватить инфекцию можно где угодно, ведь передается она и воздушно-капельным, и контактно-бытовым путем. Любой инфекционный процесс, он протекает в легкой, средней, либо тяжелой форме. В легкой форме, в основном, пациенты, в самом выздоровлении может быть. Теплое, дробное питье, если, допустим, отмечается повышение температуры тела, он истероидно-противовоспалительный. Бывает иногда лечится амбулаторно. Бывает средней степени тяжел. В основном к нам обращаются пациенты со средней степенью и тяжелой форме. В тяжелой форме относятся, когда идет поражение головного мозга, идет интервьюжный минигит, минигенцифолит. Медики отмечают, сезон кишечных инфекций идет на спад. В октябре ожидают подъем заболеваемости ОРВИ. Что касается кори, на данный момент все дети с таким диагнозом пролечены и выписаны. Александра Петрова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Сейчас быстро пройдет рекламный блог, и вот что затем в выпуске. Все для детей. Спустя два месяца в Павлодаре возобновили установку новых площадок. Плановые отключения. Где завтра не будет света, узнаем в коммунальной сводке. Общеказахстанский диктант. Каким датам посвятили интеллектуальную акцию. Спорт с Еленой Белоградовой и специальный инфоблог. Скоро продолжим. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место наполнено необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячий и свежий. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8 708 504 0169. Пироговая лавка. Пекут с огромной любовью. Город Павлодар. Со 2 по 28 сентября. В бизнес-центре Алтын состоится большая ярмарка Унты и Якутии. Ждем вас. Время работы с 10 до 19 часов. Действует рассрочка 0%. Цена на аренду жилья растет с каждым днем. Лотерея Телебинго предоставляет уникальную возможность стать новоселом. 10 сентября. Участвуйте в розыгрыше квартиры от национальной лотереи сайта Жолдос. Покупайте билеты Телебинго на сайте sz.kz, в отделениях почты и в точках продажи. Время экономических новостей. Рубрику ведет Александра Петрова. Саш, я тебя приветствую. Ну что, хлеб всему голова, а еще продукт ежедневного потребления. Вот каждый день его покупаю и не заметил, сильно он подорожал, нет? Привет, Владимир. За год цены на хлеб выросли на 9%. Здравствуйте. По данным Эмериджа Промки Z, ржанопшеничный хлеб подорожал на 12,7%. Пшеничный из муки высшего сорта на 12,5%, из муки первого сорта на 5,8%. Сильнее всего стоимость ударила по карманам жителей Улытаусской области – плюс 20%. Менее всего цены подскочили в Западно-Казахстанской области – на 2%, в Павлодарской – на 7%. Только в строительном магазине 12 месяцев Павлодар вы всегда можете приобрести материалы для ремонта по лучшей цене в городе. Акционный товар легко найти, он отмечен желтым ценником. Тумба с умывальником – 27 тысяч тенге, ламинат – 2800 тенге за квадратный метр. Монтажная пена – 2160 тенге, душевая кабина – 80 тысяч тенге, металлическая дверь – 56,5 тысяч тенге. Теплоизоляция – 7 тысяч 480 тенге за рулон, кафель – 1790 тенге за квадратный метр, линолеум – 1490 тенге за квадрат. И не забывайте, что покупая товар на сумму от 50 тысяч тенге, вы можете стать участником акции «Квартира за 50 тысяч в Павлодаре». Подробнее об условиях узнавайте по телефону 60 00 67 или в инстаграм-аккаунте 12 МВПВЛ. Сезон сбора урожая в разгаре. И эта информация для тех, кто занят поисками места для его хранения. В Павлодаре сдают в аренду овощехранилище под картофель на 1500 тонн, а также овощехранилище с холодильным оборудованием на 1000 тонн под картофель и на 600 тонн под морковь. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 705 521 58 31. И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 459 тенге, евро 497, рубль 4 тенге 85 син. И у меня на сегодня все. Владимир. Благодарю, мы продолжаем выпуск. Спустя два месяца в Павлодаре возобновили установку новых детских площадок. Почти все лето во многих дворах стояли основания, залитые бетоном. Причины отставания от графика коммунальщики озвучили нашему корреспонденту Осель Аскербековой. В отделе ЖКХ не скрывают. Отставания от графика есть. Причиной стала загруженность на заводе. Там не успевают в обозначенные сроки изготавливать малые формы. Есть нарекания со стороны жителей, почему основания залиты и в течение месяца до сих пор не установили. Мы везде разъясняем, прям по каждому двору людям объясняем, что идет задержка с завода. А так уже на 92 дворах основания есть. Завершить установку детских площадок планируют до конца декабря. Коммунальщики переживают, что могут не успеть сдать игровые комплексы в назначенный срок. В таком случае придется доделывать в 2024 году. Будем смотреть на погодные условия. Все зависит от поставки элементов, плюс еще от погодных условий. Работа идет. На сегодня в Павлодарских дворах установили 40 детских площадок. По остальным адресам работы продолжаются. Задействовали 8 бригад. Оселя Скербекова, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Восстановить покрытие на стритбольной площадке 34-й школы попросили местные жители. По словам зрителей, дети уже неоднократно получали травмы. В доказательство прислали видео с камеры телефона в нашу постоянную рубрику. Смотрим это и не только прямо сейчас в мобильном приложении. Спонсор мобильного приложения «Эйч Би Клиник». Ваш комфортный путь к совершенству. 34-я школа. Ребята играют в баскетбол. Посмотрите, какое покрытие. Смотрите. Споткнется, ведь ногу сломает же. Да, ребят? Покрытие поменяйте, пожалуйста. Да, надо поменять. Люди ноги ломали. Вот. Ребята сами даже говорят, что поменять надо. Ноги уже падали. Улица Украинская. В пятый, шестой, седьмой, восьмой подъезд нет горячей воды. Так как 297-й дом запитан от дома 295-го. В доме 295-го дома аварийный транзит. Обслужит КСК дачник. КСК дачник говорит, что транзит тепловых сетей. Мы не можем разобраться, чей это. То есть тепловых сетей, либо домовой транзит дома 295. 57-07-51. Отвечает, когда Аким города даст нам подряд, вот тогда мы сделаем воду горячую. Аким города обращаемся к вам. Дайте нам, пожалуйста, горячую воду. Вот с прошлого года работники ЖКХ не вывозят мусор. Это все лежит с прошлого года. Уже все здесь гниет, воняет. Неоднократно обращались. Все равно не вывозят. Это район Зеленстроя. Улица Донентаева. Вот мусор уже почти на дорогу выходит. Малой Сары, Батыра, дом 25. Прям за домом сделали. Вот нам новую тропинку. И уже где-то год, наверное, прошло, может, чуть побольше. Ваш асфальт весь провалился. Надо сделать. А то люди тут когда-нибудь провалятся. Спонсор мобильного приложения HB-клиник. Ваш комфортный путь к совершенству. HB-клиник. Первая клиника пластической хирургии и амбулаторного лечения в Павлодаре. К вашим услугам. Первоклассное медицинское обслуживание. Уникальные методики. Высококвалифицированные врачи. И комфортные стационары с современными палатами класса люкс. В HB-клиник благодаря комплексному подходу решат все ваши внешние эстетические проблемы. Пластические хирурги преобразят вас, сохранив при этом натуральность. Кроме того, в клинике принимают косметологи, терапевты и другие узкие специалисты. Причем не только очно, но и дают онлайн-консультации. В списке услуг также УЗИ всех видов и анализы. Это значит, в одном месте можно всей семьей пройти полный чек-ап здоровья. Быстро, комфортно, безопасно. В любое время, без очередей, по предварительной записи. Не откладывайте желание обрести новый образ и уверенность в себе. Свяжитесь с клиникой уже сегодня по номеру 8700-800-09-99. Время коммунальной сводки. Информацию о плановых отключениях расскажет Алина Тимир-Галиева. Здравствуй, Алина. К чему завтра готовится Павлодарцем? Приветствую, Владимир. 6 сентября Павлодаре планируют отключить свет в трех районах. Здравствуйте. С 9 утра до часу дня электричества не будет на улице Бабина. Под отключение из-за капитального ремонта электрооборудования попадут дома с 51 по 71, а также с 26 по 56 по Данинтаево. Кроме того, обесточат многоэтажки по адресам генерала Дюсенова 4,6 и Бектурова 8,1. К ремонту на трансформаторной подстанции приступят к половине второго и завершат пять вечера. По той же причине не будет электроэнергии в квадрате улиц Амонгильды, Валиханова, Гагарина, Пахомова. Приостановят подачу в 13.00, а возобновят в 17.00. Без света в среду останутся жители хромзавода и лесозавода из-за реконструкции воздушной линии электропередачи. Работы начнутся с 9 утра и продлятся до 5 вечера. А я напоминаю, по номерам, указанным на экране, вы можете пригласить нашу коммунальную сводку к себе и рассказать о проблеме в эфире новостей телекомпании Ирбис. Это может быть отсутствие воды, электричества или непонимание со стороны обслуживающих организаций. А на сегодня у меня все. Владимир? Спасибо, это была коммунальная сводка. Общеказахстанский диктант прошел в Павлодаре. Посвятили интеллектуальную акцию сразу двум датам. Дню языков и 130-летию со дня рождения выдающегося поэта, педагога Макжана Жумабаева. Сколько смельчаков решились проверить свои знания, расскажет наш корреспондент. Участниками диктанта стали около полусотни павлодарцев. Это активисты этнокультурных объединений города, депутаты, солдаты воинских частей. Республиканская акция проходит не в первый раз. Все во имя одной цели. Пропагандировать, повышать роль, значимость нашего государственного языка, чтобы развивать наш язык, чтобы поддерживать казахстанскую идентичность. Впервые участвует в общеказахстанском диктанте Эльвин Магарамов, представитель азербайджанского этнокультурного объединения. Интерес к государственному языку у него возник еще в детстве. Я за все это время участвовал первый раз в этом диктанте. Я надеюсь, что я покажу все свои знания и добьюсь хороших достижений. И также я считаю, что знание казахского языка – это долг каждого гражданина Казахстана. Казахский язык я обучился в школе. Школа была русская. Но все же, когда я открыл учебник казахской литературы, у меня появился большой интерес к казахскому языку. Итоги конкурса будут подведены в октябре. Отличникам торжественно вручат награды. Азамат Айдхарина, Санали Ахмеджан, телекомпания «Ирбис». Переходим к спортивному блоку. Ко мне в студии присоединяется ведущая Елена Белоградова. Привет, Лен. Приветствую, Владимир, тебя. На чемпионате мира по Асекату в Румынии повладарцы завоевали две медали. У кого точно знаешь только ты, тебе слово вперед. Ну, обладателем золотой стал Куан Калибек. А вот вторая награда у него серебряная и в командном первенстве. А далее еще больше о спорте. Все самое интересное не пропустите. СТО «Форсаж» СТО «Форсаж» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителя. А также проверит геометрию колес, регулировку развал схождения и проведет шиномонтаж. СТО находится по адресу улица Малая Объездная, 4, дробь 1. Контактный телефон 8771-425-70-02. Алиман Нургожинова, аналитик производственной системы Аксулского завода ферросплавов. Она сегодня в студии. Система 5С, знаете, что такое? Да. Как раз смотрим, насколько помещение удобно, насколько рабочие условия эргономичны, как вообще нашим сотрудникам работается и насколько они вовлечены в процесс непрерывных улучшений. Скажите про свой характер. Он у вас какой? На предприятиях не могут работать люди, у которых прям такой очень мягкий характер. Характер у меня есть, конечно, мне кажется, он довольно-таки непростой, но пока каких-то особо сильных нареканий в его сторону не случится. Но мне он нравится. Еще же и красавица при всем при этом. Конкурс Казфром Ажары – это своего рода, ну, скажем так, конкурс красоты. На самом деле девушки оцениваются по многим критериям. Молодежная политика. Вы ей там тоже на заводе занимаетесь? Хочется как раз-таки участвовать во всем этом, быть в душе событий. У нас сейчас на заводе очень много молодежи. На себя, любимую, хватает времени? А, себе, любимую, я уделяю большую часть времени, конечно. Приготовить. Что вот мы любим? Во-первых, покушать, а во-вторых, что вот я люблю покушать, что бы я из этого могла приготовить? Вообще не люблю готовить. Проект «Откровение» и я. В субботу на телеканале «Ирбис». Как у вас там, на личном фронте? На личном? Глухо, как в танке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воскресенье полударского хоккея Давыд Макуцкий продлил контракт с немецким Фрайбургом. Команда выступает в Оберлиге. Это второй дивизион Германии. За рубежом наш форвард показывает хорошую статистику. В прошлом сезоне Давыд Макуцкий в 42 матчах регулярного чемпионата набрал 12 очков и помог своему клубу выйти в плей-офф. В Казахстане хоккеист играл за Иртыш, Мунаиши, а также защищал цвета юниорской и молодежной сборных. Тем временем павлодарцы бьются в Кубке страны в групповом этапе. Наша команда уже провела поединки против хоккеистов Бориса и Ястребов. В двух стартовых матчах Кубка Казахстана молодежной команде с Павлодара по сути нечего было ловить. Их соперники – самые топовые клубы молодежной лиги. В первом же поединке Борис был сильнее со счетом 9, а один единственную шайбу забросил Богдан Тагамбаев. А вот другой форвард Никита Гостюшев сумел дважды огорчить Ястребов из Уральска. В прошлом этапе на период хорошо играли, получалось, и в третем периоде где-то удаление подвели, где-то чуть-чуть не собрано, не ответственно. Матч против Ястребов получился невероятно конкурентным. После второго периода счет был 2-2. Но концовка осталась за соперником, сумевшим забросить еще пять шайб. Итог поражения. Впереди важный матч за третью строчку в группе. В Щучинске завершился летний чемпионат Азии по биатлону. Соревнования на базе Центра олимпийской подготовки в Казахстане прошли впервые. Хозяева победителей командного зачета, вклад в общий успех внесла и павлодарская биатлонистка. Бронзовую медаль чемпионата Азии завоевала Дарья Климина. Призовая позиция в спринте для всего тренерского штаба и самой спортсменки скорее из-за разряда приятной неожиданности. Биатлонистка только восстанавливается после декрета. Первым стартом в планах было летнее первенство Казахстана, которое пройдет в середине сентября. Однако с наставником приняли решение рискнуть и попробовать силы на континентальном турнире. Это был ее пробный старт, и как он показал, что он был удачный, потому что также по скорости она сейчас находится в приличном состоянии. Ну, стрельнула, конечно, тоже неплохо, тоже справилась, но девчонки немножко лучше стрельнули. Она стрельнула два штрафа, девчонки по одному штрафу. Первые две позиции в женском спринте заняли наши соотечественницы Полина Егорова и Галина Шипаренко. В чемпионате Азии участвовали 130 биатлонистов, представляющих Индию, Кыргызстан, Монголию, Южную Корею и Казахстан. Победителями общекомандного зачета стали хозяева. На континентальных соревнованиях спортсмены завоевали 51 медаль, 17 из них золотые, кроме Дарьи Климиной. В составе молодежной сборной от нашего региона выступала Ксения Долгополова. В двух гонках Павлодарка была четвертой. Шесть бронзовых медалей уже в копилке казахстанских тейквондистов на чемпионате Азии. Это результат юниоров. Далее в борьбу вступят кадеты. И здесь тренерский штаб возлагает большие надежды на лидеров сборной, в их числе и Павлодарцы. Первенство Азии проходит в столице Ливана. Часть команды в Бейрут прилетела из Сараева, в том числе и наш Егор Шаптифрац. В Боснии и Герцеговине казахстанская сборная произвела настоящий фурор нашей тейквондисты, победителей чемпионата мира. Турнир мощно провели. И что, знаменательно, да, вот в этом году 30 лет тейквонда в Казахстане. И такого результата, наверное, за 30 лет никогда не было. Первая команда место взяли. Казахстан. Это вообще в историю вошел день. На чемпионате мира? На чемпионате мира, да. Вот это да. Всех обошли. Корейцев, иранцев. В Сараево казахстанцы завоевали две золотых, четыре серебряных и бронзовую медали. Опередили даже самих родоначальников тейквонда корейцев. Они же основные соперники на азиатском континенте. Но сейчас на чемпионате мира в Ливане уже наших рассматривают как главных соискателей на победу. Юниоры уже обладатели шести медалей. Далее борьбу поведут кадеты. В этой сборной интересы Павлодарской области представляют Павел М. и Егор Шаптифрац. Юный павлодарский пилот успешно прошел четвертый этап чемпионата Казахстана. Соревнования по автодрифту завершились в Алматы. Наш спортсмен продемонстрировал невероятную скорость. Участвовали порядка 50 профессионалов. Анатолий Кин остается самым молодым гонщиком. К квалификации он занял 9 место, однако пробился в топ-16 и продолжил борьбу. В этом туре его соперником был многократный победитель республиканских ралли. Опытный Антон Агеев. Определить лучшего сразу не удалось. Судьи добавили даже два дополнительных заезда, где уже сделали выбор в пользу алматинцам. Павлодарец остановился в шаге от финала. А в нашем городе впервые за 10 лет прошел чемпионат Казахстана по бодибилдингу. Турнир в мире фитнеса невероятно значимый. Лучше отправиться на международные соревнования. Чемпионат Казахстана в очередной раз доказал в Павлодаре одни из лучших культуристов в стране. Абсолютным чемпионом в двух категориях стал Серик Итыбаев. А микс стальных мышц и правильных пропорций привел рекордсмена Максима Яворовича к золотой медали среди мастеров. Причем успешный тренер не собирается завершать карьеру, хотя ему уже 43 года и дебютировал он в далеких 2000-х. Признается, есть особенная мотивация. Ну, наверное, скорее всего семья, потому что семья меня поддерживает, супруга. Я даю пример сыну, я это в очередной раз говорю. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса, от соревновательного процесса. 2001 год я занял 4 место. Это был чемпионат Павлодарской области. Это мой первый турнир. Вот получается, 22 года назад, насколько изменился бодибилдинг за это время, именно само развитие, сами спортсмены? Ну, на самом деле кардинально изменился. В плане подготовительных процессов, выступающих атлетов, формы атлетов изменились. В акционерном обществе Алюминий Казахстана спортивных сотрудников невероятно много. Один из таких передовиков производства – электрик Дамир Дугин. Он уже 12 лет трудится на благо всей страны, не забывая поддерживать тело в идеальной форме и пропорциях. Дебютировал на чемпионате Казахстана и сразу же завоевал бронзовую медаль. Я работаю на ливне заводе, цех спекания, второй участок. В перерывы стараюсь кушать. Там утром пораньше, перед началом работы, пришел, свой прием пищи сделал, на обед покушал. Перерыв там есть, где-то перерыв на полчаса. Все, и потом рабочий день закончился, покушал на работе же, после окончания работы. И пошел домой на тренировку, после тренировки покушал. Ну, вот так вот как-то по времени распределяешь. Главное – желание, а найти время всегда можно. И таких чемпионов в акционерном обществе Алюминий Казахстана достаточно. Многие сотрудники, как и Дамир, сразу после работы устремляются не в усилительные заведения, а на спортивные площадки нашего города. Это были новости спорта, но мы еще не прощаемся. Да, прямо сейчас специальный информационный блок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Этот день уже история, запомните его. А новостей на сегодня больше нет. В студии для вас работали Елена Белоградова. И Владимир Чубенко. Увидимся в ближайшем выпуске новостей. Всего доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА